добрый день у каждой мастерицы есть всегда остатки пряжи остатки бусинок и сегодня вам предлагаю интересную идею из вот остатков которые можно использовать берем бусинки надеваем их на ниточку завязываем кончик оставляем и потом его спрячем изделие захватываем рабочую нить и поступаем следующим образом мы будем крючок в наше кольцо вытаскиваем захватываем нить вытаскиваем и привязываем петлю подъема 1 далее провязываем 1 столбик без накида в эту же в кольцо вставляем крючочек и привязываем столбик без накида мы уже знаем как это делать дальше вяжем 3 воздушные петли далее тоже кольцо на теперь они должны идти между следующими бусинками вставляем крючок следим чтобы не было между бусинками захватываем нить и провязываем столбик без накида 12 столбика без накида между двумя бусинками еще один столбик без накида 3 воздушные петли снова два столбика без накида между следующими двумя бусинками 1 2 3 воздушные петли между бусинками столбик без накида еще одна один столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли сюда мы вставляем крючок в петлю подъема и следите соединительным столбиком соединяем наши две петли вот такая у нас красота получается что мы делаем дальше дальше мы вставляем крючок в парочку нашу которая получилась вот над каждой бусинкой есть арочка вот сюда мы вставляем крючок натягиваем достаточно провязываем столбик без накида вставляем в арку тут же извините делаем накид теперь делаем полустолбик с накидом в арочку 3 петли на крючке провязываем в единый разовый дальше столбик с накидом накид вставляем и провязываем два раза по две петли так усложняем задачу столбик с двумя накидами раз вставляем кто же арочку захватываем у нас 4 петли на крючке провязываем по две петли получается три раза по две петли раз это два три еще один столбик с двумя накидами раз два накид вставляем парочку вытягиваем четвертую петлю два три раза по две петли 1 2 3 дальше идет на убывание делаем столбик с одним накидом в ту же арочку раз дальше полустолбик с накидом это накид вставляем захватываем рабочую не 3 петли на крючке провязываем все три петли есть дальше у нас остался столбик без накида вставляем в арочку и провязываем что-то зацепилось еще раз столбик без накидами 1 1 лепесточек готов делаем то же самое со второй бусинкой крючочек вставляем в арку провязываем столбик без накида полустолбик с накидом столбик с накидом 2 столбика с двумя накидами 1 2 крючок столбик без накида вот таким образом чередуя петли у нас получается лепесточки еще три раза нам нужно сделать 3 3 лепесточка следующая парочка столбик накида полустолбик с накидом столбик с накидом 2 столбика столбик с накидом столбик без накида и так последний у нас лепесточек привязываем столбик полустолбик с накидом и столбик без накида так у нас осталась вот петелечка мы должны спрятать переворачиваем наизнанку это первая петля первого лепесточка вставляем сюда крючок захватываем нашу петлю провязываем чтобы у нас была цельная композиция так вот у нас получилась такая красота можно распрямить каждый лепесточек так дальше мы отрезаем ниточку вытаскиваем петельку аккуратно так завязываем это все на обратно на изнаночной стороне не будет видно и у нас есть два варианта или мы оставляем эту эти ниточки чтобы когда будем что-то декорировать мы их использовали для фиксации или их можно спрятать и просто пришить тогда иголочкой можно взять крючок потоньше вставляем очень плотно так чтобы не было видно сильно нашу ниточку и вторая ниточка спрячется сейчас захватываем вот такая красота может у вас получиться это из остатков такой шерстяной ниточки можно сделать из ниточки из рафии вот смотрите какая красота еще где-то у него желтая вот желтая еще какая у нас получилась эти некрасиво будут оформить сумочки из рафии да вы свяжете это будет шикарно это можно панамочки детские украшать кофточки здесь работают только ваши фантазии наличие материала и наличие остатков пряжи всем хорошего дня получайте удовольствие от своей работы всем хорошего дня подписывайтесь на мой канал спасибо спасибо